Мужчина пригласил даму в ресторан. Мужчина пригласил даму на какое-то вот мероприятие. И она стареет перед шифонером и думает, ну что же мне одеть? Час проходит, два проходит, ну что же мне одеть? Нужно найти платье вечернее, подходящие туфли, сумочку, бижутерию, подходящий костюм для мужа, очень важно. Это занимает столько много времени, а вот теперь представьте ситуацию. Вы собираетесь на фашинг, залазите в сундук бабушки, берете какую-то старую-старую юбку, потом находите рубашку, которую вы делали когда-то, ремонт, такая вот ротная рубашка, одеваете все это на себе, плюс бусики, привезенные из отпуска, как они там мишура, бижутерия. Все, образ цыганки готов. Чем отличается детская фашинг-спати в обществе Колобок от аналогичного мероприятия для взрослых? Различий совсем немного. И там и тут прекрасное настроение, и там и тут та же ведущая, и там и тут игры и танцы. Только вот у детей накрытых столов с принесенными из дома яствами типа оливье, солененьких огурчиков с помидорчиками и румяненьких котлеток в дополнение к напиткам разной крепости не было. А так почти то же самое. Тут главное – карнавальные костюмы и отличное настроение. Поэтому на вопрос, нравится ли вам на этом вечере, ответ такой. Ну, конечно же. Тут очень весело, люди одеются, очень такие лёгко, драйв, файнфа. Поэтому можно танцевать и ничего не стесняться. Продолжение следует...